На нашей стороне дебил на дебиле, а нацисты просто гений на гений. Любимый идеолог Путина, фашист Дугин, не понимает, что же вообще происходит. В общем, срочно нужна замена. Поэтому Путин приехал мобилизовывать полных сил и энергии оккупантов лично. Вот этот пункт вербовки, куда пожаловал маньяк, собственно, назвали «Движение первых». И я думаю, что через год его наконец-то назовут правильно «Движение, например, трехсотых». Всем весело и задорно, потому что президент ведет молодежь в светлое будущее, то есть в войну. Но, друзья, не обошлось и без традиционных рисунков. В этот раз Путин нарисовал, нет, не задницу кота, а написал, сколько именно из присутствующих должны отправиться в Украину в следующем году. И тут как раз все замерли. А потом, увидев, что в списке только мальчики, девочки немножко выдохнули. Но, что сказать, замфорой уже не нырнешь, на коней не проскачешь. Приходится мычать на сцене. А все для чего? Чтобы отодвигать границы. Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность. Но судя по тому, что прямо сейчас летает по Нижегородской области, то границы придется сдвигать вглубь России. Я напомню, что от границы Украины и Нижнего Новгорода чуть более тысячи километров. Ну так, на всякий случай. Смотри, прям чёткий дрон, чётко дрон, чётко дрон, два снаряда. Но чтобы хоть как-то разбавить вот эти печальные новости, что скоро отцы всех вот этих поющих детей могут отправиться в Украину, зато с криком «Русские не сдаются», Путину приходится петь. Товарищ капитан, в настоящее время докладываю на мосту «Камиказа». Осуществляю эвакуацию с соседними подразделениями. Вот эвакуируем раненого друга. Откуда ты будешь? Симудец. Красавчик вообще. Ну тебе немножко осталось потерпеть совсем. Маленькая пауза. Похоже, всё же сдались. Зато смотрите, как красиво. Как и российский катер «Ивановец». Его экипаж тоже говорил, что никогда не сдаётся. На выходе в море, в ходе корабельно-штабного учения, введения морского боя в составе КУК по поражению надводных кораблей противника, корабль выполнил ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы. Экипаж показал высокую боевую выучку, слаженность. По итогам года корабль занял первое место в соединении, поощрён командованием соединения, командованием флота. Несмотря на свои небольшие размеры, этот катер оснащён очень грозным оружием. Четыре крылатые ракеты класса «Москит». При попадании в цель способны потопить крупный авианосец. Хороший вообще корабль, на самом деле, был. Хотя потерь нет. Ну, спасибо на этом. Смотрите, Путин хвастается, что дроны могут абсолютно всё. И вот мы и показали, что впервые бункерный не врёт. И были с ним полностью солидарны. Упомянули про беспилотные летательные аппараты. Они решают многие задачи, которые раньше, иначе, как с помощью фронтовой или стратегической даже штурмовой авиации решить было невозможно. А сейчас решают и очень успешно вот эти беспилотные летательные аппараты. Дёшево и сердито. И очень эффективно. Действительно, друзья, и дёшево, и сердито уничтожили российский катер стоимостью в 70 миллионов долларов. Ну, так на всякий случай. Кстати, сначала полномасштабного вторжения, друзья, Украина уничтожила, я напомню, около 20 кораблей Черноморского флота. Из-за этого им даже пришлось переехать из Севастополя в Новороссийск. И давайте напомним, что судьба экипажа «Ивановца», а это около 40 человек, до сих пор неизвестна. Но что-то мне подсказывает, что она довольно всем понятна. Ну и фиг с ним, с этим кораблём подумали и мы, россияне. Уже третий день там не могут успокоиться по поводу 19 домов, которые они взяли в Авдеевке за два года. Вот эта группа ветераны впереди наших войск обогнала их, впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и удерживает их. У меня вопрос. А вы ответьте, кстати, в комментариях, 19 домов – это победа или ещё нет? Наверное, победа, глядя на радостное лицо Скобеевой. Обратите внимание, у всех бойцов подразделения «Ветераны» вот такие шевроны с изображением нашего верховного главнокомандующего. Вот, Владимир Владимирович, у меня постоянно на экране. У ветеранов сейчас так говорят, мы Россия и Путин – сила. Так оно и есть. Рештурм, да, там ребята кричат. Это наш девиз. На шевроне Путин, на экране Путин, вместо мозга георгиевская ленточка. Но вот что интересно, друзья, носить Путина на шевроне можно. За это даже могут по телеку показать. А вот не дай бог надеть серьги с радугой, за это теперь в России садят. Помните, пару дней назад я вам показывал, как неадекват срывает с незнакомца значок с флагом Украины. Молодые люди, здравствуйте. Вы в курсе у нас по качеству отстранения? Пожалуйста, скажите. Давай, снимай. Снимай давай. Нет. Снимай. А, у нас не запрещено ношение символов. Снимай флаг. Нет. Сейчас сорву. Не надо. Влад, снимай давай. Флаг давай снимай. Снимай. Молодой человек, снимай. Давай флаг снимай. Нет. Флаг давай снимай. Что здесь происходит? Вот, у тебя, ребятки, уök, украинским флагом. У нас как запрещено. Снимай давай. Снимай. Вот все. Снимай флаг. Вот сиди давай. Тебе тоже сидимай. И весь этот цирк происходил просто в кафе в Нижнем Новгороде, кстати, куда дроны и летели. Вот видите, рядом с парнем была девушка 24 лет. Ее зовут Анастасия. В ушах которой невменяшка разглядел Сергий с радугой. Неадекват все свои действия записал на видео и, судя по всему, передал полиции. Короче говоря, неизвестный все это решил снять. Ведь Анастасию действительно вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Вот так, да? И, друзья, вы не поверите, но девушку отправили даже на пять суток за решетку, потому что суд признал Анастасию виновной в публичной демонстрации, что вы думали, символики экстремистской организации, которой по факту нет. То есть давайте еще раз зафиксируем. Носить серьги с изображением семицветной лягушки – это теперь преступление в России. А вот еще, кстати, кому скоро придут спецслужбы. Доктор посмела сказать вдове российского солдата правду о том, что Россия напала на Украину. Вот так. Сейчас иду из ДГП-140. Это детская поликлиника с детьми. Там эта дежурная врач спросила, а чего у вас у нас поведение? А я говорю, у нас поведение хромает, потому что у нас папа, у нас его убили. И он очень тяжело переживает. Потерю отца. Значит, она мне сказала, ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был в законной цели Украины. Я уже была у главврача, они пытались меня успокоить, я так поняла, за мяч хотят. За мяч уже не выйдет. За мяч уже не выйдет. Поэтому вопрос, куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее на *** страну выкинули, не посадили к чертям собачьим. То есть муж – оккупант и убийца, который получил свое, но посадить должны почему-то человека, который это озвучил. Вот они, скрепы, и вот она истина. Но я вам скажу правду, друзья. В России, как вы видите, говорить опасно. Поэтому даже если твой сын или муж на войне, то всем остается только агитировать за то, что это правильное решение. И в том числе и врачам помалкивать. А ты достойна своего мужа, который воюет и Родину защищает? Вот он патриот и герой. А ты кто? Он тебя уполномочил так говорить от своего имени? Или что у нас очередной комитет солдатских матерей? Часть из которых, а, и не матери, и, б, если и матери, то у них никто нигде не служил? Вот Соловьев забеспокоился о том, что назревает бунт среди матерей и жен мобилизованных. И для того, чтобы остановить этот бунт, видимо, решил просто хамски унизить женщин. Ну, в свойственной ему манере, назвав их тетками. Тетка говорит, вот моего верните домой, чтобы что? Чтобы сделать что? А воевать кто будет? Пушкин? Или она просто хочет, чтобы всю страну подняли? Тоже вариант. Но нужны люди подготовленные, умелые, поэтому, да, это дважды герои. Да, поэтому и платят, и платят много. По российским понятиям, там, существенно выше средних зарплат в регионах. Я уже неоднократно говорил, что микрокредитчики нужны своей стране только в качестве мяса. Вот 387 тысяч, ну, в сотых оккупантов вам уже об этом не расскажут. Но есть и живые, и они показывают, какое отношение ждет на СВО. Вот военные 144-й бригады в полевом госпитале на оккупированной части Херсонской области. Вот больные, и как нас лечат? В каких условиях? Вот так вот мы едем на ВВК уже 13 декабря, когда мы заключили. И вот нас все возят, мы нигде не нужны, никому не нужны. Вот так вот у нас бросают, вот так вот в лечении, как не, уколы прописали, таблетки вот так вот. Я ее вижу и ничего даже не вижу ее. Жрем, хуже бомжей. Да всем все равно. Вы это уже и сами понимаете. Мясные штурмы, они не прекращаются. Ну, кстати, говорят, что к весне уже издохнет немножечко этот потенциал. В СВО уничтожили целую колонну техники россиян. Вот посмотрите, три танка горит, один БМП. Горько смотреть пишут об этом российские военные блогеры. То есть целые колонны, которые даже не успевают вступить в бой, остаются в украинских полях. Ну, просто скажите спасибо Путину и не забудьте его поставить на заставку телефона. Ну, что на это ответить? Наверное, нужно сказать спасибо Путину. Контрнаступление россиян продолжается. И все у них отлично, как мы видим, собственно, на этих видео. Поэтому поставьте, наверное, его фотографию к себе на телефон. Так будет легче пережить этот год. Друзья, вам хороших выходных. С вас подписка на канал Грощи, лайк этому видео, колокольчик. И жду от вас комментарии от 7 символов. Это помогает узнать людям правду. Спасибо, пока.